Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию заместителя главы администрации Ленинского района Селезнева Алексей Петрович. Алексей Петрович, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Несколько тем, которые сегодня хотелось бы в течение нашего эфира обсудить. И первое, с которым хотелось бы начать, у нас уже на дворе весна. Завтра 1 апреля, начинается второй месяц весны. Снега тают, и дожди идут. И это тема паводок. Я, конечно, понимаю, что в нашем районе нет Енисея, нет Волги. Но, тем не менее, наши водные артерии тоже имеют свойство весной прибавлять и выходить из берегов. Как Ленинский район готов к паводкому периоду и готов ли? Ну, если одним словом ответить, то готов. Но чуть, наверное, давайте подробнее остановимся на этом. Вы совершенно правильно заметили, что у нас нет крупных водных объектов на территории района, как в других районах, которые разливаются и приносят порой много беды. Но, тем не менее, у нас есть, хотя они и не крупные, много водных объектов. Это порядка 40 гидротехнических сооружений. Ну, проще говоря, это плотина на прудах, состояние которой нас беспокоит. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Вот буквально недавно состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где также рассматривался вопрос подготовки к противопаводковым мероприятиям. И хотя прогноз на весну этого года неплохой, но в смысле того, что не грозит сильное подтопление. Да, в связи с тем, что... Ну, и мы видим, что снег уже практически весь стаял. Уровень воды в водоемах, в принципе, не вызывает опасений. Но я еще раз говорю, это совершенно нас не должно успокаивать. Поэтому у нас работает в районе комиссия. Ну, это, конечно, в первую очередь задача комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но, кроме этого, в рамках этой комиссии мы создали комиссию, который обследует вот эти все 40 ядротехнических сооружений Ленинского района. И что здесь мы выделили? Мы выделили 10 наиболее опасных ядротехнических сооружений. Это в основном бесхозные. Вот если их всего 40, из них 19 у нас бесхозных. И среди этих 19 бесхозных мы выделили 10 наиболее опасных, а из 10 мы выделили одно самое опасное гидротехническое сооружение. Я о нем скажу сейчас. Это пруд в деревне Спасское. Его, наверное, многие жители района знают. По нему проходит дорога. Почему мы его выбрали наиболее опасным? Есть в этом ряд оснований. Ну, первое, что это пруд бесхозный. Второе, что это один из самых больших водоемов на территории района. Третье, очень важно, что в случае разрушения этого гидротехнического сооружения будет немало неприятного сделано. Это и подтопление домов в деревне Спасское. Это и подтопление домов в городе Видное. Это улица Олимпийская, дворец Спорта. И это, возможно, размыв полотна по Велецкой железной дороге. Поэтому, ну и плюс, по этой плотине проходит дорога. А учитывая, что она бесхозная, бюджетные деньги мы в принципе в укреплении этого гидротехнического сооружения вкладывать не можем. И вот такая парадоксальная ситуация. Поток транспорта увеличивается. Дорога разрушается. Автоматически разрушается тело плотины. А как бы нет хозяина и денег вложить нельзя. Разрушается даже под механическим воздействием. Совершенно верно. И мы что? Мы на комиссии, на наши районы по делам чрезвычайных ситуаций приняли решение, поскольку размыв плотины угрожает жизни людей, мы приняли решение о выделении средств на укрепление и дороги, и полотна автоматически этого гидротехнического сооружения из резервного фонда. Это можем мы делать. Вот именно в таких случаях существует резервный фонд района. И мы такое решение приняли. Поэтому планируется проведение и ремонта этой дороги, которая ведет Деспаская в Измайлово. Она тоже, кстати говоря, в очень плохом состоянии. Жители тоже прекрасно знают. И заодно, самое главное, мы отремонтируем полотно на теле плотины и укрепим саму плотину. Алексей Петрович, буквально несколько дней назад мы, съемочная группа была на этом гидротехническом сооружении, если говорить, или просто говоря, на плотине. Я предлагаю, чтобы мы и наши телезрители воочию, своими глазами увидели, какая ситуация сейчас творится и что действительно может произойти в случае, если эта плотина не справится со своими обязанностями. Внимание на экран. В 70-е годы прошлого столетия для орошения полей Института садоводства был создан Спасский водоем путем запруды речки Бицы. Плотина – гидротехническое сооружение. И во время весенних паводков, как, впрочем, и летних ливней, представляет определенную опасность. Оно является, к сожалению, одним из самых проблемных на территории района. И связано это с тем, что вниз по течению находятся жилые дома жителей района. Далее по течению находится насыпь по Велесской железной дороге. И в случае неблагоприятных развития ситуации может быть нанесен имущественный ущерб и жителям, и представлять определенную угрозу жизни. На состоявшемся в администрации Ленинского района заседании по чрезвычайным ситуациям было принято постановление о создании комиссии по проверке готовности гидротехнических сооружений. В муниципалитете их около сорока. Что же касается Спасской плотины, она оборудована специальным стоком воды, достаточно широкая. Но, тем не менее, заметно, что разрушено асфальтовое покрытие гребня плотины. Это влияет не лучшим образом на ее цельность, так называемого тела плотины. То есть необходимо его восстанавливать и укреплять. Необходимо также уделить внимание местам возможных промылок. Работы по укреплению Спасской плотины будут проведены после выделения денежных средств. В планах же комиссии по чрезвычайным ситуациям поставить на учет все бесхозные гидротехнические сооружения района. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ. Ну вот такая история, Алексей Петрович. Я хотел бы напомнить и нашим телезрителям. В том числе, года два назад произошел прорыв плотины в районе Суханово. И тогда я абсолютно помню, когда затопили близлежащие деревни, этот поток воды и даже дорога была... Садовое товарищество, Подольческого района захватил. Да, Подольского района, да. И это не самый большой пруд сухановский, да. А если мы действительно говорим о том, что Спасский пруд один из самых больших, и такие кубометры воды, если не дай бог что-нибудь случится, выйдут за пределы, да, за свои пределы, на мой взгляд, это будет реальная экологическая катастрофа. Вот совершенно верно. Поэтому как бы заранее надо быть готовым к любому развитию, да, не ждать, что оно разрушится до конца, тогда уже поздно будет принимать меры. А именно сейчас такое состояние, когда можно это все нормально, спокойно сделать, чтобы обезопасить нас от вот таких подобных ситуаций. Есть, конечно, в этом вопросе проблема у нас. Я имею в виду в вопросе работы по готовности к противопалывкам мероприятий. Я уже сказал, что вот из 40-20 это бесхозные. И чтобы их поставить на учет, к сожалению, ну, знаете вы прекрасно, Олег, что это непростое дело, да. Непростое. Надо их сначала объявить бесхозными, надо год выдержать, затем через решение суда, да, их решением суда в муниципальную собственность перевести. И только после этого, да, мы можем на это выделять и планировать средства. Да, это очень долго ждать. Таким путем, то есть мы задачу поставили, их поставить на учет. Но я еще раз говорю, вот у нас стоит первоначально 10 поставить объектов самых опасных. Кстати, мы к ним отнесли и тот Сухановский пруд, да, да, да. Который в свое время прорвало, его укрепили, но он до сих пор остается бесхозным. Вот это вопрос с нашей федеральной собственностью. Многие объекты бывшей федеральной собственности, они сейчас подвисли в воздухе, и нам приходится их, по сути дела, принимать к себе на баланс. Но я еще раз сказал, что для этого существует процедура. Мы, конечно, будем над ней работать. Такая задача поставлена, и главой района поставлена, и областью. Мы ее будем выполнять, несмотря на вот эти проблемы и сложности. А там, где уже не терпит, да, вот этих, этого времени, мы принимаем вот такие решения. Я считаю, на внеочередном заседании комиссии было решение такое принято. Ну что ж, будем надеяться, по крайней мере, при решении этого вопроса, сразу мы, уж я так скажу, убьем сразу двух зайцев. И в том числе не только мы укрепим плотину, но и будет ремонт дороги произведен. А дорога тоже, ну, кто по ней ездил, я знаю, что буквально, если ехать со стороны Измайлова в город Видное, на Бугарке там очень много было аварий. Из-за того, что и дорога, в общем-то, она была в неудовлетворительном состоянии. И этим мы самым безопасность еще наших жителей, да, и автолюбителей обеспечим. Да. Начнем разговор. И следующую тему, тоже она касается безопасности, но противопожарной безопасности. Какие у нас в районе запланированы мероприятия, учитывая, что уже совсем скоро у нас и летний сезон, да, это уже буквально где-то, наверное, ровно через месяц, да, люди пойдут отмечать майские праздники, пойдут в леса, будут разжигать, к сожалению, наверное, костры. Да, кто-то, может быть, еще пользуется теми же печками, да, в каких-то дачных своих садовых участках. Да, просто костры, да, которые... Или сжигают костры, когда собирают старую сухую, да, ну, приводят, что называется, в порядок после зимнего периода. Да. Как мы боремся с этим вопросом, что решаем, что делаем? Плюс кострам у нас есть любители поджигать сухую траву. Конечно. Да, не задумываясь о последствиях, да, не обращая внимания на порой очень опасные погодные условия, когда существует сухой ветер. Ветер, конечно. И небольшой поджог сухой травы вызывает огромное пламя, которое приходится тушить ни одной бригаде, да, противопожарных машин. Вот эти вопросы, они тоже, естественно, стоят в сфере деятельности комиссии по делам чрезвычайных ситуаций Ленинского района. Мы эти вопросы уже сейчас тоже обсуждаем, не дожидаясь наступления теплых дней, сухой погоды или жарких даже дней. Тоже существует, мы разработали, утвердили, согласовали с МЧС Московской области план противопожарных мероприятий на территории Ленинского района. Опять же, у нас нет таких, может быть, крупных лесов или торфяных болот, которые есть там в Шатуре и так далее. Но, тем не менее, у нас тоже в районе есть леса, есть семь населенных пунктов, которые примыкают непосредственно к лесам, есть пять садовых товарищей, которые примыкают непосредственно к лесам, где разрыв между, условно говоря, забором и лесом практически разделяется только неширокой дорогой. И вот в связи с этим приходится проводить и в поселениях, да, и у нас на комиссии, и заслушивать отчеты о проводимой работе на местах. Это в садовых товариществах, в ТИЗах, да, в наличных подсобных участках жителей проводить разъяснительную работу, распространять листовки, да, которые предупреждают, как себя вести и что нельзя делать, о чем мы в начале нашей беседы говорили. То есть это вот такая большая и кровопотливая работа. Нож, а если на случай, да, не дай бог, чрезвычайной ситуации или развития крупного пожара, у нас имеется для этого сила и средства подготовлен. Ну, я могу назвать, что на случай, если возник крупный пожар, у нас в районе подготовлен отряд в количестве 117 человек, 68 единиц специальной техники, которая может быть выделена на ликвидации такого пожара. Это костяк вот этого отряда составляет федеральная служба МЧС, противопожарная служба Московской области, Мособлпошпас, это противопожарные отряды таких учреждений, как Москокс наш, ВНИИ ГАЗ, а также ряда предприятий, организаций района, которые имеют списки, которые предупреждены и которые в случае такой опасности выделяют средства и спецтехнику для ликвидации вот подобного очага пожара. Поэтому мы к этому, естественно, тоже готовимся. И я надеюсь, в случае возникновения, еще раз говорю, не дай бог, такой ситуации, мы будем готовы к тому, чтобы принять необходимые веры для ее ликвидации. А вообще говоря, еще раз говорю, это вот такая широкая разъяснительная работа. У нас на сайте, кто интересуется администрацией Ленинского района, в разделе общественной безопасности, есть соответствующие материалы, мы размещаем. Мы размещаем соответствующие материалы в газете «Видновские вести». Это касается вопросов противопалывковых мероприятий, это касается вопросов противопожарной безопасности и работы с населением. Там есть и наглядные материалы, которые мы распространяем в нашем районе. К примеру, когда этот год у нас начался пожарами, мы приняли соответствующие, провели большую разъяснительную работу. Это в период новогодних каникул, когда пришлось ходить среди населения в выходные дни. Но, тем не менее, такая работа была проведена. Поэтому мы готовимся. Мы согласовали план мероприятий, естественно, с лесным хозяйством. Эта работа будет дальше продолжаться. Это, естественно, мы планируем при более теплой погоде, когда можно будет выехать, проводить опашку. Она у нас проводится ежегодно, но ее надо возобновлять, надо проверять разделительные полосы, которые делаем, распахиваем. Это другие мероприятия. Это, конечно, подготовка водных объектов. Я сказал, у нас много водных объектов, но, к сожалению, их каждому подъехать можно. А ведь пожарная машина должна спокойно подъехать и набрать воды. Это и наличие состояния гидрантов тоже здесь большое у нас. Мы недавно провели, кстати, совещание-семинар с наглядным показом, какие у нас есть водоемы, какие оборудованные, какие, к сожалению, есть не оборудованные, а есть и населенные пункты, которые еще нет вообще в водоемах. А это должно быть, в принципе, обязательно. Поэтому говорят, с одной стороны, о том, что мы готовы. Я вижу очень много проблем, которые нам надо решать в ближайшее время. И на это требуется средство. У нас есть программа безопасности, я о ней, наверное, дальше скажу. Там есть и раздел, в том числе, противопожарные мероприятия. Поэтому мы, я надеюсь, в эту программу будем вносить изменения, выделять дополнительные средства на эти цели. Потому что они в любом случае окупятся. В этом я уверен. Конечно, конечно. И такой еще вопрос. Конечно, можно все готовить, можно перепахать, делать полосы безопасности. Как быть с людьми, которые невнимательно, скажем так, к этому относятся, и все равно продолжают? Даже в период, когда, ну, бывает, дождей нет, да, когда объявляется чрезвычайная ситуация противопожарная, да. Как до людей донести о том, что не разжигайте люди костры в лесных массивах? Ну, доносить, я сказал, мы, конечно, доносим. В том числе и распространение вот этой вот, как бы, наглядной агитации, которая, я сказала, по домам буквально проходим. Мы проводим совещание в садовых товариществах, проводим совещание здесь, в администрации район, когда приглашаем руководителей этих организаций, да. Но, кроме всего прочего, в конце концов и меры принимаем, да. Вот я именно к этому и подвожу, да, такие меры. Те люди, которые нарушают, ведут себя, у нас есть административно-технический надзор. К сожалению, у нас нет полномочий, я имею в виду администрация района поселения, накладывать штрафы на таких людей. А у других органов, в том числе, к примеру, административно-технический надзор, такие есть возможности. Мы тоже, как бы, координируем свою работу, уже к самым таким вот, о которых вы только что говорили, будем принимать меры наложения штрафа. Если бы штраф всегда останавливал, да, а то порой люди легко расстанутся, ну, с условной суммой, да, 500 рублей, и будут спокойно себя чувствовать и разводить костры. Может быть, да, есть смысл более, более так, жестко, я бы сказал, так поступать в данном вопросе. Ну, может быть, даже, не знаю, там, арест, там, на пять суток красить заборы. Да, ну, вот, к сожалению, об этом тоже можно сожалеть. Разрушена ранее существующая была система лесного хозяйства. Я думаю, что она постепенно укрепляется. Но я, например, помню, да, свою юность, когда заходили в лес, сожгли костры, вдруг появлялись лесники неожиданно. Да, да, всегда. И могли, как говорится, наказать и прочее. Вот этого, к сожалению, нет сейчас или есть в меньшей степени, чем это было. Но вообще любую проблему ее надо закладывать с детства, в каждого человека. Это система воспитания, начиная, да, с семьи, детского сада, школы и так далее, и так далее, и так далее. Без этой строгой системы мы даже многие деньги можем затрачивать, но люди будут вести... Как вы знаете прекрасно, одни приезжают на природу и после отъезда оставляют за собой практически чистый порядок, какой был до них, а другие приезжают и после себя, не хочу слово этого называть, что оставляют. Что, как говорится, движить одними и другими, кроме воспитания, я не знаю. Но так относиться к природе, конечно, нельзя. Я бы, пользуясь случаем, обратился ко всем жителям Ленинского района. Давайте относиться к первой группе, да, и давайте своих детей и самих себя приучать к тому, что вести себя на природе надо очень бережно, потому что это действительно хрупкая вещь. Казалось бы, у нас столько всего много, но это все вот вспыхивает моментально. Согласен. Поэтому относиться надо бережно. Согласен. У нас прямой эфир, я напоминаю нашим телезрителям. Телефоны вы видите на своих экранах, 541-25-40 и 541-25-25. Звоните, если у вас будут вопросы по сегодняшнему хиру. Я еще одно хотел добавить, значит, вот в смысле противопожарной безопасности, к сожалению, наш район это избежал. А вот в Дмитровском районе, в Пушкинском районе были случаи, когда сгорели малолетние дети. Хотя у нас тоже несколько лет назад был такой случай. И вот мы решили на комиссии найти в районе наиболее такие малообеспеченные многодетные семьи и установить им бесплатно автоматические датчики, которые в случае пожара срабатывают. Вот мы 10 первых семей выбрали и совместно с МЧС и вас, наверное, пригласим. Вот установим в таких семьях такие датчики. Это поможет. Это будет хороший подспорь. Да. Это во всяком случае, в случае пожара, особенно когда дети остаются, это сразу сигнал, соответствующий пожарный охрана выезжает и принимает меры. Потому что сгорели почему? Были в деревне, да, случился пожар, не было никого рядом, сгорели дети. Был бы этот установлен датчик, он бы сработал, своевременно выехал пожарный. Да, и удалось бы спасти жизнь. Тем более, что наш район, он компактный, и сейчас доступ в любую точку района будет обеспечен очень быстро. А тем более, что у нас есть не только в городе Видное располагается, я уже сказал, там у нас есть в Молково, у нас есть в Нигазе. Да, поэтому доступ, я считаю, будет очень оперативным. Спасибо, спасибо большое. Наш телезритель возвращает нас к первому вопросу, хотя он не касается именно вашего направления, но тем не менее. Про дорогу вы рассказали, про дамбу рассказали. А будет ли облагораживаться территория вокруг Сахпасского пруда? Территория, конечно, в наши планы облагораживания территории. Ну, я имею в виду, опять, в плане, допустим, той работы, которой конкретно занимается Алексей Петрович Селезнев. У нас еще есть управление дорожных работ, благоустройство, которое этим занимается. Может быть, в их планы я за всю администрацию сейчас говорить не буду, входит это. Но, во всяком случае, у нас план благоустройства есть на территории каждого поселения. Я знаю, что в этот год заложены крупные суммы. Поэтому я, наверное, вот так сразу не буду говорить, заложено это или нет. Но я еще раз говорю, планы благоустройства территории всех поселений существуют. Конкретно, ну, опять же, возьмем тот же пруд, да, про Спасский идет пруд речь. Вот я уже сказал, он бесхозный. Чтобы его облагораживать, я имею в виду, как гидротехническое сооружение, для этого его надо поставить на баланс, принять муниципальную собственность и выделять на него законно деньги. Мы сейчас выделяем деньги как на объект, который представляет собой опасность для жизни. Мы это имеем право из резервного фонда. Когда его будем примен в собственность, тогда можно его и облагораживать, и все что угодно. Но дорога, которая пойдет через него, мы ее сделаем нормально. Спасибо. Следующая тема, которую хотелось бы обсудить в нашем эфире, она тоже касается вопросов безопасности. Но давайте мы сейчас поговорим о таком понятии, как безопасный регион. Я знаю, что существуют различные мероприятия, существуют различные подходы к этому вопросу. Давайте нашим телезрителям расскажем, как обеспечить безопасность на дорогах, на улицах, во дворах нашего любимого, не побоюсь этого слова, Ленинского района. Тоже очень важное направление. Тем более, опять совсем недавние случаи в Европе, в Брюсселе в частности, когда были совершены террористические акты, когда погибло 35 человек, когда ранено было 340 человек. Это говорит о том, что в мире, а потом и по данным нашего антитеррористического национального комитета, сохраняется высокая опасность совершения терактов на территории нашей страны. Конечно, мы должны быть все очень бдительными в этом отношении. Я сейчас постепенно перейду, делая вступление к безопасным регионам, поскольку это напрямую связано. Поэтому у нас также, я уже в прежнем эфире говорил об этом, существует созданная антитеррористическая комиссия Ленинского района, которая при плане проведения в прошлом году четырех заседаний провела восемь заседаний. Да, ну, этим была вызвана обстановка, мы проводили внеочередные. Эта работа продолжается, мы заслушаем именно вопросы противодействия, потому что, ну, в этой ситуации это координация деятельность всех правоохранительных органов, общественных организаций, администраций, исполнительной власти, да, для того, чтобы все сделать, чтобы обезопасить, в первую очередь, наиболее важный жизненный объект на территории Ленинского района. Эта работа проводится, она идет планово, она идет системно, как я уверен, системно, к сожалению, работает и противоположная сторона. И факты, происходящие в мире, да и в нашей стране, об этом говорят, что именно системно ведется эта неблаговидная работа. Вот, и мы уже, я опять же на предыдущей встрече рассказывал о внедренной системе 112 на территории нашего района. Мы ее будем укреплять, обязательно развивать. Мы видим недостатки, мы проводим семинары, мы общаемся с другими службами, которые задействованы системой 112. Я назову, что пока что у нас там задействованы, это полиция, это противопожарные, да, это скорая помощь, это газовики. Мы планируем сюда подключить объекты ЖКХ в эту систему. То есть, я еще раз говорю, мы ее будем развивать. И эту же цель обеспечения безопасности наших граждан преследует и программа «Безопасный регион». У нас вообще в области, кто интересуется, читает, есть две программы, да, есть «Безопасный город» и есть «Безопасный регион». «Безопасный город», он рассчитан для городов численностью свыше 100 тысяч жителей. Ну, наш, видно, и под это не подходит, но он подходит под программу «Безопасный регион», который рассчитан для населенных пунктов численностью свыше 10 тысяч человек. По этой программе у нас подходят два населенных пункта. Это сам город видный, это поселок «Развилка». Что собой представляет программа «Безопасный регион»? Это, если очень коротко, она широкая, да, в нее много компонентов входит, но если вот проще для телезрителей сказать, это оборудование, установка, системы видеонаблюдения на всех важных объектов этих населенных пунктов. Да, какие это важные объекты? Ну, это в первую очередь, да, объекты жизнеобеспечения, это школы, это больницы, да, это дошкольные детские учреждения, да, это места массового пребывания людей, такие как дома культуры, да, спортивные объекты. Кинотеатры. В «Развилке» есть дельфин, допустим, большой, да, есть там три дома культуры, их можно назвать сельских, да, есть библиотеки и так далее. Вот, кроме того, есть въезды и выезды в эти населенные пункты, и планируется установить видеокамеры на въездах и выездах на всех. Вы сейчас знаете, что у нас по несколько въездов бывает, и в город, и в поселок «Развилке». Так вот, на каждом въезде и выезде планируется установить видеокамеры. Установить видеокамеры в скверах, парках, на площадях, чтобы взять под контроль. При этом есть параметры этих видеокамер, не абы какие можно поставить, а только те, которые отвечают соответствующим требованиям. И самое главное, все эти видеокамеры, установленные, допустим, в поселке «Развилка», в городе видны, вывести в единый центр. Один из них будет в той же службе ЕДДС, другой будет в Управлении внутренних дел Ленинского района. Конечно, жители, слушая, могут задать вопрос, а как же другие населенные пункты Ленинского района, которые не подходят в эту программу. Она, кстати говоря, эта программа финансируется параллельно. И в основном, конечно, это бюджет местный, но и будет областной бюджет. Вот, допустим, места массового пребывания людей, они планируются, их оборудование за счет средств областного бюджета. Все остальные, это, конечно, львиная доля, будут финансироваться с бюджетом местного. А что касается других населенных пунктов, то у нас, в принципе, в поселениях есть зачатки системы видеонаблюдения. Они есть и в Развилке, они есть и в Горде Видной в большей степени, они есть в Молоково, они есть в Булатниково и так далее. В Горках Ленинских, в Совхозе Ленина надо только их, опять же, объединить в одну единую систему. Установить новые, которые отвечают требованиям видеокамеры и завязать, я еще раз говорю, в единой операторской службу. Мы проводим такую работу с главами поселений, мы смотрим, чтобы были заложены соответствующие средства в бюджеты поселений. И я думаю, что даже те, кто не хотят этого делать, они просто, ну, нельзя, да, они поймут. Я вот был буквально недавно на Совете депутатов премьер Молковского поселения, когда стал говорить о вопросе о необходимости выделения средств на эти цели. Вы знаете, депутаты, вот ни один из десяти депутатов не сказал, а зачем это надо. То есть люди сейчас очень прекрасно понимают необходимость в вложении этих средств вот в такие цели. Я уверен, я уверен, что все депутаты поселений, депутаты района обязательно поддерживают эти предложения. Конечно, я понимаю, что средства у всех ограничены, да, я тоже не обольщаюсь, что нам все, что мы попросим, дадут. Но обязательно дадут что-то. Будем надеяться, что это что-то будет хватать на начало создания вот этой большой системы безопасный регион, который нас всех обезопасит. А если случится опять какое-то преступление, оно будет благодаря предусматриваться видеокамерам, которые снимут этот случай, 30 дней память хранят, да. То есть через 30 дней они будут хранить все, что они сняли. Ну и возможно будет и раскрытие какого-либо преступления, какое-то административное правонарушение. Они уже, даже вот те наши установленные камеры, которые не отвечают требованиям современным, да, ну что такое, допустим, не меньше 2 мегапикселей должно быть, они там 0,8 установлены, но останавливались в 2006-2009 годы. И то они порой помогают раскрывать преступления со своим низким качеством видеоизображения. Совершенно верно. И плюс у нас наступает период, когда у нас происходят различные будут праздники. Это и Пасха прежде всего, да, это и первомайские, и майские праздники, да, и День Победы, естественно, и не за горами День Города. Поэтому и на будущее, естественно, все это, да, все это пойдет на будущее. И, естественно, люди должны быть в абсолютной безопасности. Я еще добавлю, что кроме вот бюджетных средств, как я уже сказал, это бюджет Московской области, а в основном это бюджет района, мы обратились и вот к крупным нашим застройщикам, таким как Мортон, чтобы они в виде помощи выделили средства на оборудование видеокамерами тех микрорайонов, которые они застраивают. Я думаю, что это справедливо. Теперь осталось понять, раз уж мы назвали строительную компанию, вот теперь только попускай попробуют не выполнить эти обязательства. Они ведут большие застройки, особенно на территории сельского поселения Булатниковское. И мы надеемся, что они откликнутся на нашу просьбу оборудовать видеонаблюдением хотя бы вот те, да, наиболее места массового скопления людей. Техника это, конечно, хорошо, да, можно, наверное, поставить видеокамеры, можно отслеживать те или иные негативные моменты, которые иногда происходят на улицах. Но есть еще и так называемый человеческий фактор, когда, я помню, в советские времена у нас были, ходили люди с повязками, да, назывались дружинниками. Сейчас это движение восстанавливается. Я знаю, что есть много желающих, которые хотели бы вступить в отряды ДНД. Мы подготовили сюжет для наших телезрителей. Давайте его посмотрим, а потом обсудим эту тему уже здесь, в студии. Институт добровольных народных дружин был утрачен в 90-х годах. Причин для возрождения в России этого движения много. Прошли штатные, организационные штатные изменения в структурах Министерства внутренних дел. Нагрузки на участковых возросли. Значительно увеличилась численность закрепленных жителей, охват территории. Соответственно, вот и необходимость возникла выхода федерального закона от 2 апреля 2014 года об участии граждан в охране общественного порядка. На сегодняшний день в региональный реестр внесено более 100 народных дружин. Среди представителей муниципалитетов Подмосковья и отряды Ленинского района. Мы надеемся, что после этого соглашения мы станем равноправными коллегами, и совместное народное будет более эффективное и значимое. И народ это увидит, потому что до конца нас еще никто не видит. Первые добровольные народные дружины по охране общественного порядка в СССР были созданы в 50-е годы из числа рабочих, инженерно-технических служб, студентов. Отряды способствовали предотвращению множества правонарушений. А ну-ка, подойдет машины! Володя! Володя, держись! Сверновка, ходи слева! Сверновка! Сверновка! Лидия! К сожалению, героине Муравьевой не повезло, и ее синяк под глазом так и остался ее проблемой. С возрождением народных дружин их деятельность регулируется законом, одним из пунктов которого являются страховые гарантии. Закон Московской области о народных дружинах предписывает и материально-техническое обеспечение, в том числе наличие удостоверения, нагрудного жетона, сигнального жилета. Вот как правильно жетон на левой стороне. Здесь мы оставили место для того, чтобы по желанию муниципального образования, кто захочет, может разместить символику муниципального образования. Шеврон на лепите. В Ленинском районе пока созданы две народные дружины – в поселке Развилка и Молокове. Охрана порядка общественниками требуется и в других населенных пунктах. Это большое подспорье органов внутренних дел для наведения общественного порядка на улицах и городах нашего района. Существуют льготы для добровольного дружинника – это и бесплатный проезд на общественном транспорте, это и оплата, и премиальные, которые вычитываются из бюджета Ленинского района. Думается, у народных дружин большое будущее. Полицейских на улицах не хватает. Не каждый горит желанием сделать замечание хаму. А дружинники – это именно те люди, задачу которых и входит охрана общественного порядка. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Вот такие добровольные народные дружины создаются в Ленинском районе. Как сказал моя коллега Людмила Медведева, есть на развилке и в Молоково. Есть ли в планах сделать добровольные народные дружины, чтобы они объединялись в районе? Вообще уже время идет. У нас есть уже добровольная народная дружина Видновское казачество. Она должна зарегистрироваться в региональном регистре, но мы с ней уже ведем работу. Мы посмотрели положение, сотрудничество. Поэтому я уверен, что самое главное, что они уже работают, участвуют в мероприятиях. Вообще говоря, то событие, которое произошло и которое показали, оно очень важное. Потому что не имея удостоверения, жетона, по сути дела, народный дружинник в соответствии с новыми нормативными актами, принятым в 2014-2015 годах, не имеет права выходить на дежурство даже с работниками полиции. А сейчас мы оформились законодательно. Теперь наши народные дружины имеют полное право проводить совместные рейди с полицией по заданным маршрутам и быть активными участниками безопасности на наших территориях поселений. Поэтому мы это ждали, мы это дождались. Мы теперь их соберем вместе. Я говорю, оно расширяется. Я надеюсь, к этому подключатся другие поселения. В этом помогло и принятие закона в 2015 году о страховании. То есть все работники добровольных народных дружин будут застрахованы. А те, которые существуют, уже застрахованы. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех активно в этом участвовать. Предусмотрено средство из бюджетов поселения на компенсацию за эту работу. Спасибо. Еще одна безопасность. Безопасность на дорогах. Конечно, можно ссылаться на то, что порой и дороги у нас, наверное, не самые лучшие. Я с этим соглашусь. И некоторые аварии совершаются и по этой причине. Но есть и случаи, когда кто-то превышает скорость, кто-то не соблюдает знаки, которые должны предупреждать водителей о тех или иных ограничениях. Как в Ленинском районе в последнее время решаются вопросы по безопасности именно на дорогах и сокращении числа аварийности? Вопрос очень важный. Тем более, что губернатор Московской области этот вопрос взял на контроль. И вот сегодня, кто смотрел прямой эфир с губернатором, там приводился пример в Домодедском районе, в село Житнево, где часто происходят наезды на пешеходов. Причем на пешеходном переходе, который, к сожалению, не оборудован. Он, как выяснилось, был не освещен, не было полицейских лежачих. У нас тоже есть такие участки, к сожалению, в районе. Я могу назвать это на федеральной, правда, трассе, аэропорт в районе деревни Коробова. Да, абсолютно соглашусь. Часто бывают случаи, которые вопрос мы уже обсуждали. Кстати, вот у нас недавно провел заседание глава нашего района Олег Владимирович Хромов. И было принято решение обратиться в федеральные органы по оборудованию дополнительными знаками. Вообще, в перспективе, я скажу, там планируется переход над дорогой. Да, это запланировано. Мы уверены, что это будет реализовано. Но пока это не реализовано, надо принимать дополнительные меры. А так, вот, к сожалению, я взял с собой статистика за прошедшие только что три месяца, то ситуация на наших дорогах Ленинского района примерно вкладывается следующим образом. Количество совершенных ДТП с пострадавшими и погибшими за три месяца, по сравнению с тремя месяцами аналогичного года, увеличилось на 9,4%. С 32 случаев до 35. Погибло, здесь у нас, слава богу, есть снижение. Погибло в этом году три человека, в прошлом году было за три месяца пять человек. То есть снижение на 40%. Это хорошо. Значит, получили травмы. Вот здесь увеличение. Было в прошлом году 41, в этом году 46 человек. Увеличение на 12%. Но особое внимание уделяется, конечно, ДТП, в которых страдают дети. И не дай бог, если погибают. Вот в этом за три месяца у нас здесь получили ранения 8 несовершеннолетних. В прошлом году было 4. То есть рост в два раза практически. Но, слава богу, никто не погиб. Ни в прошлом году, ни в этом году. За три месяца, я имею в виду, чтобы понимали, что речь идет о трех месяцах прошедших. В сравнении с прошедшим тремя месяцами прошлого. Поэтому задача поставлена губернатором такая, что, к сожалению, глава... Ну, может быть, это и правильно. Хотя, знаете, за федеральную дорогу, порядок, на который должны наводить федеральные органы, отвечает глава Ленинского района, допустим. Не совсем это справедливо. Но, тем не менее, губернатор ставит задачу, что глава муниципальных образований, а следователь, и мы, и я в том числе, должны отвечать за порядок на дорогах. Если там непорядок, мы должны все меры принимать к тому, чтобы этот порядок там был. Тем более на муниципальных дорогах, что если есть непорядок, это и установка полицейских, да, и оборудование зебрами, да, и установка знаков, и освещение. Это все наши вопросы, за которыми мы будем следить. И следить за этим будет глава района, следить будет губернатор. Я надеюсь, мы здесь порядок наведем. Алексей Петрович, можно один вопрос, пользуясь служебным положением. У нас есть пешеходный переход на проспект Ленинского комсомола у дома номер 13. Как раз он переходит от розового магазина и к дому номер 13. И там, на мой взгляд, недостаточно освещенный этот переход, а он очень, проходимость, да, там достаточно большая. И хотя полицейские лежат, но в темное время суток все-таки хотелось бы немножко там прибавить света, чтобы освещенный, более освещенный. Я обещал, я уже записал этот адрес, тем более, что нам глава района поручил нашему управлению безопасность проверить все подъезды к школам. И мы это сделали, и здесь тоже, в городе Видное, пока мы это, вернее, мы во всех школах Ленинского района, не только в городе Видное, сделали. С фотографиями в голове выложили материал. К сожалению, у нас здесь, я скажу, очень много недостатков. Мы связались с управлением нашим дорожных работ, вот, сверхсерьезной Маркиной, она обещала взять это на контроль и в ближайшее время поправить ситуацию. Это очень важный вопрос, чтобы все отходы к школам были оборудованы соответствующим образом. И у нас есть комиссия районная, я этот вопрос записал, мы вынесем ее туда, я надеюсь, тоже решим. Спасибо, спасибо большое. И, к сожалению, остается буквально несколько минут, а если быть точнее, две минуты до конца эфира. Но есть еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Это еще не началось, но уже буквально завтра, с 1 апреля, у нас начинается призывная кампания молодых людей для срочной службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Что ждет наших молодых людей? Сколько у нас призывников и все ли готовы служить? Да, тема интересная, мы ее, правда, могли и не успеть, но я должен похвалиться на только что состоявшемся отчете за прошлый год. Это он состоялся в городе Железнодорожный, вел ее зампредседатель правительства Леников Юрий Павлович. Так вот, там работа в докладе нашей комиссии призывной Ленинского района, Домодедовского округа, она у нас объединенная. Ну, каждая комиссия заседает отдельно, признана положительной. То есть, с хорошими так и прозвучало, что мы закончили год с хорошими результатами. Это нас радует. Мы полностью выполнили задачу, которая была поставлена перед Ленинским районом. У нас руководит призывной комиссией глава Ленинского района Олег Владимирович Хромов, поэтому это и его заслуга. Мы сейчас получим новые задания на весенний призыв. Она правильно совершенно назвалась 1 апреля, а у нас заседание уже 5 апреля состоит. Первое заседание призывной комиссии в городе Домодедово, которое проведет Олег Владимирович Хромов. И мы надеемся, что и весной этого года мы выполним задачу, возложенную на Ленинский район. И наши ребята, а я скажу, что ребята у нас очень хорошие в районе, даже есть, которые не хотят учиться, а хотят отслужить в армии, а потом идти уже и учиться. Хотя имеют полный право сначала отучиться. Они вот есть такие хорошие ребята, они достойно тоже исполняют свой воинский долг перед малой и большой родиной. Ну что ж, огромное спасибо. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Обращаюсь ко всем. Те темы, которые мы обсудили сегодня, вы можете прочитать в газете «Видновские вести». Также те вопросы, которые вы позвонили, прислали нам, и которые не относятся к компетенции, и вопросов, которыми закурирует в администрации района Алексей Петрович. Это касается и развязка дорог, советская ПЛК «Березово», это касается и на Петровском закрытии одного из банков. Все это смотрите на телеканале «Видное ТВ», мы обязательно это расскажем в новостных программах. Алексей Петрович, огромное спасибо, что ответили на столько много вопросов, и ждем, ждем вас в гости. Ну и вопросы, которые поступили, вы передаете, да? Да, обязательно передам. Постарались, что они хотят ответить. Конечно. Спасибо. 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 Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»